Здравствуйте, друзья! Давайте, пока не началось, я вам быстренько покажу то оборудование, с которым будем работать. Его базовый вариант, с чего все началось, это MULT-Studio SPAV 32M, если я не ошибаюсь, так она называется. Комплектация идет без ноутбука, но все остальное, в принципе, есть. Да, то есть от самой MULT-Studio до программного обеспечения. Посмотрите внимательнее, что у нас поставляется. Вы видите подсветку по периметру, у нас есть стекло для персонажей, я уже там выложил кое-что, стекло для фона. И фишка этой MULT-Studio заключается в том, что на полку для фона я могу поставить вот такую равномерную подсветку. У нас есть пульт управления, с помощью которого мы можем менять цветность, да, собственно, задавая тем самым атмосферу. Вот, и если я занимаюсь песочной анимацией, у меня есть, ну или играми с песком, есть песок, то высыпав на, собственно, эту поверхность, я могу снимать ролики немножко по-другому или более равномерно засвечивать свой фон. Вот эта фишка, она как бы расширяет возможности, но не является определяющей, то есть без нее прекрасно вы будете снимать мультики, а если она входит в комплект, почему бы и нет. Кроме того, вы все понимаете, что тогда, когда мы не занимаемся MULT-Studio, мы прекрасно с вами будем заниматься играми с песком только вот с этим дополнительным блоком. Что еще показать, что же входит в комплект, помимо вот этого блока. Давайте я вам покажу, я уже разложил, это все возможные дополнения, которыми вы будете создавать персонажи или атмосфер, да, в те же самые фоне, то есть гуашь, пластилин, цветная бумага, белая бумага, фломастеры. Плюс у вас всегда будет под руками программное обеспечение, чтобы вы могли переустановить его на любое количество ноутбуков. Программное обеспечение открытое, ни для кого не секрет, что оно называется Anima Shoot Junior. Это самая нижняя линейка, но вам ее вполне достаточно, поэтому прямо сейчас вы можете зайти, скачать его и попробовать разобраться. Если вам зайдет, то уже, собственно, задуматься о приобретении MULT-Studio. Дополнительно опционально приобретаются вот такие удобные стеллажи, которые могут двигаться, в которых много ящиков по периметру, и они объединяются в тройки, а в то время, когда, собственно, помещение не используется для MULT-Studio, мы их можем раздвинуть по стенкам. Вот в этом плане, с точки зрения хранения, это очень удобное решение. Вот, собственно, что хотел. Дальше у нас будет сейчас небольшое обучение, вы увидите на практике, чем мы занимаемся, и сможете оценить и примерить на себя, стоит этим заниматься или нет. Напоминаю, сегодня у нас перекладная анимация. Продолжение следует... Сегодня была участником учебы, проведенной Александром Беляковым по организации в детском саду мультстудии. Первые минут 15 молчала, внимательно слушала, потом появились идеи о том, как организовать в детском саду, кстати, в качестве платной дополнительной услуги, либо в качестве краткосрочной образовательной практики с ребятами старшего дошкольного возраста. Благодарны я и педагоги, которые присутствовали на учебе Александру, за то, что можно данную студию организовать вообще из подручных материалов. Вот, например, очень интересно из кабель-канала приспособление, рамки для фотографий, а фигурки можно использовать уже вырезки из старых раскрасок, вырезки из журнала. Фоном тоже может служить как вырезка из журнала, так и нарисованное, ну, допустим, полотно, детьми нарисованное, либо самостоятельно, либо при помощи педагога. Педагоги-дошкольники-люди креативные, я думаю, у них точно не составит сложности организовать данную мультстудию в своем детском саду. Тем более Александр пообещал в случае сложности обращаться можно в любое время, он поможет. Очень благодарна. Я пока под впечатлением, у меня даже немножко эмоции зашкаливают. Я сейчас жалею, что я не работаю на группе, я бы хотела с детьми попробовать. Друзья, ролик получился короткий, но, собственно, вы все видели. Здесь была цель продемонстрировать вам, что в большинстве случаев навыки педагогов, желание преподавать, оно является решающим, а не оборудование, которое его окружает. Поэтому пробуйте, развивайтесь и пишите, что вы хотели бы увидеть новенького на нашем канале. Ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе последних событий. А с вами был Александр, канал «Есть вопросы» и до новых встреч.